Дорогие друзья, мы сегодня с вами идем в магазин H&M. И вот видите, здесь есть вывеска Back to School. Это означает, что скоро в школу. Значит, в Канаде в каждом... В августе каждый магазин считает своим долгом предупредить всех, что скоро в школу и что надо покупать новую одежду. Дело в том, что у нас такая традиция, что каждый раз, когда дети идут в школу в сентябре, им нужно покупать новую одежду. Ну, не все следуют этому так свято, но... Ну, это как бы такая популярная тема, что надо накупить новую одежду, новый рюкзак, там новые всякие баночки-скляночки, там ланчбокс, который берут с собой. И, в общем, это тема такая, знаете, это такой немножко мини-крисмос. Если на крисмос здесь все покупают... О, боже, какие брюки, смотрите, они прозрачные. Примерить мне их, что ли? Сколько они стоят? 65 долларов. Прозрачные штаны. Внутри у них такие шортики. Ну, я не буду, конечно, я пошутила. Так вот, когда в крисмос здесь принято покупать очень много подарков, каждому ребенку по 10 штук, перед школой принято всем покупать новую одежду. И, в общем, это большие расходы и большая... Большая головная боль для родителей. Смотрите, какая красивая золотистая юбка. Сколько она стоит? 46-47 долларов. Да, H&M тоже очень подорожала. Когда-то здесь не было таких цен на обычную коллекцию. Вот висят пуховички уже без рукавки. Пуховики без рукавки. Они у нас по 75. Ну, не очень дорого. Но я, честно говоря, у меня есть такой. Я его очень мало ношу. Как-то у нас нету сезона для него. Жорная юбка. С одной стороны... Красивое пальто, вот сейчас вам покажу. С одной стороны это пуховик. Его носят, когда холодно. С другой стороны, когда холодно, надо уходить без рукавов. Как-то стрёмно. 150 долларов пальто. В полоску. Тут дитё у меня. Возле меня крутится смешное. Так, что у него интересно за состав? В общем, 150 долларов оно стоит. Очень приятное пальто. Такое классическое. Как будто бы даже мужское немножко. Но оно с поясом. Вот это из новостей осенних. А вот есть такие же юбки. Смотрите, прикольно, да? Вот такие же юбки. Тоже оно, видите, короткое. Под юб не короткий, а вот это всё прозрачное. Ну, ладно. Так, что здесь у нас? О, это распродажа. У меня есть, кстати, такой свитер. Вот 20 долларов. Я купала долларов за 35, наверное. У него была немножко распродажа. У меня есть такой. Вот много вещей на распродаже ещё. И уже много новой коллекции. Смотрите, какие брюки. Стоили 85, сейчас 45. Видимо, хлопок, лён. Хорошие брюки, хорошего качества видно. Вот уже свитера пошли вовсю везде. Кофты, свитера. 30 долларов такие кофты. Есть такие голубые. Есть коричневые, есть бежевые. Вот эти вот свитера с горлом ужасные. Я их терпеть не могу. В общем, много-много всяких свитеров. Много вот таких вот зимних брюк. Может, стоит мне взять, померить такие брючки. 25 долларов они стоят. Это такие классические брюки на работу ходить. Кстати, в Юникло их очень много обычно. Я их не очень люблю. Я вообще брюки не очень люблю. Не совсем мой гардеробчик. Так, жакетик. Жакетик. Ну, вы же видели. 70 долларов. 69,90. Такой под Шанель. Очень, кстати, неплохой. К нему есть такая вот юбочка коротенькая. Ну, прям совсем коротенькая. Она прям совсем коротенькая. Это как-то совсем уже. И вот такие же есть в клеточку. Юбочка и жакетик. Бюрикс. Бюрикс. Уже который сезон у нас в моде. За 45. Ничего себе. Такая кофточка. Жилет. За 30. Жилет с полосками. Ох, какое-то платье в горошек. Боже, какое красивое. Какое-то платье в горошек. Оно что-то совсем все. Голая спина. Вообще. Все прозрачное. Не мой вариант. Видите, все светится. Так, здесь какие-то пуховые кофты. Махеровые. Махер бленд. 75 долларов. Махер из шерсти. Красивая кофта. Приятный свитер. Приятный такой. Мягкий. Видно, что хорошего качества. Так, так, так. Вот еще платьица. В блесточках. Прозрачный. Без чехла. Куда его носить? Не знаю. Так, что это такое веселое? Местер. Не то платье, не то бруже. Не то непонятно что. Красивая расцветка. Я не понимаю, что это за... В чем его назначение. И стоит оно 45. Так, еще какие-то блестки. Очередное платье. Это платье такое без снеек. Так, ну хорошо. Давайте пойдем что-нибудь примерим. Здесь такая база у них. Футболки. Вон еще тоже полосатые тельняшечки. Такая худи. За 33 доллара. Вот такая полосатая. Тоненькая, не толстая. Хлопчат бумажные. Ой, вон там что-то белое, красивое. Какой костюм. Это из той же серии костюмов. А вот еще тельняшечка. 15 долларов. Отлично. Просто хлопковая, трикотажная. Так, сейчас люди уйдут. Тут дети какие-то бесконечные. Хорошо, вот не плачет. Вот ребеночек стоит возле этого костюма, который вам хочу показать. Вот видите, какой красивый. Мальчик смешной подошел к манекену и сказал бай-бай. Подергал его за ручку и сказал бай-бай. Ну, типа, до свидания. Вот такое вот. Вот это у них все тема. 104 бакса стоит вот этот жакет мохнатый. И к нему же юбочка. За... Ну, девочки, это не наш картирубчик. Хоть я и ношу короткое, но, конечно, за 45 долларов. 47, 46, 90. Хоть я и ношу, конечно, короткое, но не такое. Слава богу, я уже все-таки выросла из этого возраста. Так, давайте посмотрим, что еще тут есть интересное. И давайте я возьму что-то в примерку. Что-то зеленое зеленеется. Как-то я не могу тоже мимо пройти. Какое-то платье зеленое. За... Ой. Сколько? А, 55 канадских. Я увидела 699, подумала, с ума сойти. Это мексиканские деньги какие-то. Другой рыб. Все, давайте будем искать, что примерить. И пойдемте в примерочную. Девочки, мы в примерочной вычине. У меня сегодня много зеленый, желтый, розовый, золотой, желтый. В общем, короче, очень все цветное разноцветное. Покажу себя для начала. На мне такое платье цветное, широкое, очень удобное. И такой вот голубой атласный пиджак. Голубые пусоножки. Из украшения у меня вот такое сердце на веревке. А в ушах обычные сережки мои золотые, которые я всегда ношу. Маленькие такие, очень удобные. И что? И всякие кольца. Много колец у меня сегодня. Вот такой вот есть у него пуаз. Все, давайте будем примерять. И начнем с юбки, наверное, золотой. Так, первый аутфит у меня. Это вот такая зеленая кофта. Кардиган. Бесподобно красивого цвета. Она сейчас на распродаже. И вот эту юбку я принесла. Она невероятно длинная. К сожалению, это размер экстраларч. Размера ларч не было. И пришлось мне взять экстраларч. Она мне довольно велика. И она должна быть, видимо, такая на бедрах. У меня сверху здесь резинка. И я принесла еще вниз просто такой бежевый топик. Просто вот такой вот, чтобы... Трикотажный, чтобы просто прикрыться. Прикрыться. Но, видите, юбка очень длинная. Прям до пола. Прям в пол. Хотя, может быть, в этом и есть смысл. Она такая немножко нарядная. Если бы она была чуть по... Чуть поменьше размера, то, может быть, она бы поднялась немножко выше и не была бы так длина. Но, в принципе, мне нравится. У меня еще в последнее время вы заметили вот эта вот юбка такая вот типа в белевом стиле. И вот такой вот кардиганчик. Мне как-то очень нравится эта идея. Он, конечно, великовал. Если бы он был чуть-чуть поменьше на один... На один размерчик. Я посмотрю, может быть, медиум был. Потому что, мне кажется, так вот так нормально. А когда в кровь поворачивается, что он прямо очень сильно не выглядит. Мне кажется, что он меня очень сильно увеличивает. Хотя мне так нравится его цвет. Просто я без ума. Просто без ума от этого цвета. Вот так. Общая картина. Да, юбка, конечно, должна была быть короче. Но... То, что есть. Это даже размер экстра-large. Представляете? Поэтому он такой большой. Стоит он 25 долларов. Стоил 30. Не такая уж большая распродажа. Можно сказать, практически никакая. Что такое 5 долларов в наше время ничего. Ну, то, что есть. Такая вот 25-25 долларов. Но он все равно очень большого размера. Мне прямо он очень большой. Дубл-баларч хотя бы. Или даже медиум. Но ларч точно было бы нормально. Но вы знаете, как-то не вдохновляет. Совсем особо... Особо нет большого смысла покупать. Потому что, ну, ничего такого. Небольшая скидка совсем. На сейле же я нашла вот такой прикольный жакет. Он, конечно, очень классный. Мне он очень нравится. Он такой широкий и свободный. Но в то же время он не огромный. Знаете почему? Потому что это размер смол. Поэтому он не огромный. Но он такой на одной пуговице застегивается. Ну, прям очень стильный. И такой желтый цвет. Я посмотрю состав. Мне кажется, это хлопок. Но мне кажется, что он очень элегантный. Стильный, классный. И при этом, знаете, классический. Но в то же время очень стильный. И видите, он так вот глубоко застегивается. Даже не надо ничего вниз пододевать. Рукава мне, конечно, как всегда длинные. Потому как он мнется. Там есть какой-то лен или что-то такое. Я рукава всегда поднимаю. С этой же юбкой я примерила. Но мне просто очень он нравится. Прямо смотрите, какая прелесть. Желтый. Я даже не знаю. Вот на осень в самый раз. Вообще-то он совершенно летний, конечно. Я вроде бы как снимаю осеннюю коллекцию. Но пока послась в распродажу. И увидела вот его. Прямо он мне очень понравился своим необычным фасоном. Вот такой вот однопугольный. Он внутри застегивается и здесь. Прямо прикольный. Очень мне нравится. Жакет. Хорошего состава. 48 лен, 52 вискоза. Или наоборот. Я точно не помню. Да, примерно так. Но подкладка из полиэстера. Но сам жакет. Очень хороший состав. Хорошая ткань. Такая хорошо сшит. Хорошо сделан. Стоит 50 долларов. А стоил 115. От наших канадских. Я сейчас говорю про наши канадские доллары. И размер вы видите это смол. Он очень угресайз. Очень большой. Очень объемный. Ну, 50 долларов. Стоишь, конечно, немало. Но с другой стороны он шикарный. Такой классный. Мне очень нравится. И вот такой жакет. Прямо очень классический. И очень зимний. Мне он прям очень нравится. Опять что-то в карманах. Лучше не совать руки. У меня уже была история. Короче, очень мне нравится этот жакет. Вот он, кстати, размер medium. И он не очень большой. Но он прям очень толстый. Очень зимний. Прям теплый-теплый. Как пальто. Но очень элегантный. Посмотрите, как красиво он сделан. Пуговицы очень красивые. Прям шанель-шанель. Но при этом он длинный. Вот пиджачки эти все в стиле шанель. Они коротенькие. А этот прям очень классный. Прям супер. Он мне как нравится. Замечательный такой жакетик. Очень симпатичный. Такая вот клеточка из такой твидовой ткани. Или это не твид. Твид это такая с такой ниткой вытянутой. А это просто такая пальтовая ткань. Красивая расцветка. Вот такая классическая. И сам рисунок. И цвет очень симпатичный. Прям супер. Мне нравится очень. И жакетик. Я примеряла размер medium. И он как раз такой не оверсайз. И стоит он, видите, 124 наших фанатских. И интересно, что 129 американских. У нас обычно разница довольно большая. Вот если обычно так 130 американских, это где-то, ну как минимум, 150 наших. А здесь вообще меньше получается. Как интересно. Я первый раз такое вижу. Наш доллар дешевле американского. У нас обычно цена, вот если, допустим, 100 американских, это где-то 125 наших. Ну примерно, я не помню. А здесь получается 130. Он, по идее, должен был бы стоить где-то 150 канадских. А он дешевле, представляете? Вот это финт. Вот такого я еще не видала. Ну, в общем, очень странно. Но то, что есть. Может быть, какая-то этикетка неправильная, я не знаю. Ну, в общем, вот такой вот жакет. Очень-очень хорошо сделан. И очень симпатичный. Прям такой, знаете, old school. Old money, как сейчас принято называть это. Прикольно. Юбка стоит 47 канадских и 36 американских. Вот видите, вот какая разница. То есть, в наших долларах это всегда дороже. И вот примерно в такой пропорции. Поэтому меня очень удивило этот пиджак, что он вот так вот травма. Совершенно другая пропорция. Размер экстра-large. Она мне велика. 50% из козы, 50% полиэстер. Сверху сделана резинка. Юбка красивая. Красивый цвет. Красивая расцветка. Но она мне большая. Моего размера нет. И она очень-очень длинная. И вот этот топик. Я просто так трикотажный хлопковый. Я просто так его принесла, чтобы с чем-то было примерить. Он стоит всего лишь 7 долларов. И это был размер large. Это хлопок. И единственное, его недостатка, потому что он коротковат. Но вот как пододеть под что-то. Вот именно как такой базовый вещь. Есть такие чёрные. Много в H&M таких вот маечек, футболочек. Которые, в общем-то, разных цветов. Но в основном цвета базовые. Белые, чёрные. Вот такие вот бежевые. Есть полоска. Но вот этот такой самый базовый, что ни на ней стоит. И стоит он всего лишь 7 долларов. Но он так больше стоить и не должен. Смотрите, какое прикольное платье. На любителя вот все эти оборочки. Не все это любят. И оно довольно тонкое. Хотя это large. Вот здесь в районе живота. Нужно надевать утягивающее бельё. Потому что такая тонкая ткань, что всё отпечатывается. Но оно такое, знаете, глубокий вырез. Тоже летнее, тоже круизное такое платье. На отпуск на круиз. Такое, знаете, очень карибское. Карибское морское. Вот такое оно длины. Оно не очень длинное. Но цвет очень приятный. Жёлтый. И, ну, вот опять же, повторюсь, эти оборки не все их любят. Причём она идёт по сзади. Видите, вот такая вот сзади оборочка. И потом по кругу, по кругу. Вот так вот оно спускается сюда вниз. Прямо платье кармен. Если бы оно было красного цвета, это было прямо платье кармен. А так, жёлтенькое, лимонное, не кармен. Но тоже довольно прикольное. И, в общем, ну, знаете, на любителя, ну, если кто любит оборочки. А я люблю оборочки. Да я вообще всё люблю. Я люблю строгие вот такие вот жакеты. И вот такие стильные жакеты я люблю. И вот такие платья я люблю. Очень смотря, как и что стилизовать и на какой случай. Вот это платье идеально на курорт. Идеально на коре. Вы куда-нибудь поехать, это просто идеально будет. Примеряем это платье с жакетом. Вы знаете, что я вам скажу? Разница стилей. В этом есть какой-то... Ну, что-то в этом есть. Потому что, в принципе, жакет такой льняной. Классический, строгий, можно сказать. А платье вот с этими вот оборками, но вместе, по-моему, за счёт того, что это практически один цвет, мне кажется, это выглядит прикольно. Есть в этом какая-то необычность. Мне надо было застегнуть стопу, глица внутри. У меня уже неохота. Есть в этом какая-то необычность. Такой строгий с плечами. Такой, знаете, мужского покрова жакет льняной. И вот такой вот фру-фру. В оборочках платьица внизу. По-моему, ничего. А как вам такой вариант с зелёной кофтой? Мне кажется, тоже прикольно. Теперь, девочки, когда я говорю на карибы, в отпуск, и, допустим, это платье, допустим, это синтетика, я примеряю его с жакетами и с кофтами. Летом, конечно, наверное, это всё не совсем то вальто. Но вот мы ездили, например, когда мы ездили? Мы ездили в октябре. Нет, мы ездили в конце ноября, начало декабря. Это прекрасный сезон на карибах. Там всё равно очень жарко и очень тёплая погода. И прекрасное жаркое море. Но вечером вы можете надеть не обязательно хлопковое платье. Вы вполне можете надеть и синтетическое, и даже иногда кофточку или какой-то лёгкий жакетик хотелось накинуть, потому что иногда был очень сильный ветер. или уже не было такой прям жары-жары, что, в принципе, в таком вот платье синтетическом вполне можно вечером там гулять, если это, конечно, не лето-лето. Потому что летом там безумно жарко. В Мексике мы были, в Анкуне там летом, наверное, 50 градусов жары. А вот если вы едете где-то осенью, в бархатный сезон, там прекрасно. Там 28 градусов, вода 28 градусов, воздух 30. И вечером становится так, в принципе, прохладно. Ну, это же прохладно, но вполне можно дышать. И вот вполне можно надеть вот такое вот какое-то платье. Помню. Платье стоит 75 долларов, недёшево. Размер large я примеряла. И это полиэстер. Цена какая-то мне не очень нравится. И вообще, как бы, H&M, да, я хочу сказать, что, ну, я уже во всех своих видео говорю, что все масс-маркеты подорожали, в том числе H&M. Ну, не помню я таких цен в прошлые годы, чтобы было платье за 75 долларов. Такое, не какой-то, не из премиум коллекшен, а из обычной коллекции. Ну, оно такое интересное. Видите, какая интересная ткань. Оно как бы однотонное, с одной стороны. С другой стороны, как бы, такая легкая мятость. Очень интересно. Ну, большой, конечно, вырез сзади на спине. Вот оборочка. Ну, на любителя, конечно, платье, но симпатичное. И вот такой сарафан с распродажей. Это их летняя коллекция. У них было много таких вещей. С таким вот, знаете, с таким вот обрезанным концом, с вырезанными вот такими, знаете, как будто бы узорками, как будто бы это вышивка, узор. И здесь вот вырезаны такие дырочки, но он с подкладкой. Он мне хорош вот здесь, но он мне очень велик подмышками. По-моему, это размер экстра-ларч. Если с одной стороны еще, допустим, можно его ушить, то здесь замок. Здесь ничего не сделаешь с ним. Но он очень мне нравится. Вот это вот, знаете, даже вот используете его как юбку. По-моему, он на сейле. Интересно, сколько он стоит. Мне кажется, что если вот накинуть сверху какой-то жакет... Давайте я сниму его в полный рост, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот как юбка, он великолепный. Посмотрите, как красиво это выглядит. Вот эти вот вырезанные, отрезанные куски. Может быть, как-то можно его ушить вот здесь. Вот здесь у него тоненькие шлейки, которые регулируются. Но вот если использовать его именно как юбку, вот надеть и сверху какой-то жакет надеть, чтобы вот торчала вот эта вот часть, вот именно как юбка. Мне кажется, он очень прикольный. И он весь хлопковый вверх, и подкладка. В общем, все очень шикарно с ним. Единственное, что-то он не великоват. И я не знаю, сколько он стоит. Сейчас посмотрю. Вы видите, это всего лишь размер ларч. Я думала, что это экстра ларч. Уж такой он большой. Да, ларч везде. Уж такой он большой. И на самом деле стоил он, в принципе, не так уж и дорого. Он стоил 40 долларов. И здесь, видите, явно была приклеена распродажа. Или приклеили по ошибке и оторвали. Или просто оторвалась. И надо будет спросить, сколько это стоит. По идее, он должен быть на распродаже. Потому что вещи совершенно летние. И он, видите, сделан стопроцентный органический хлопок. И подкладка стопроцентный органический хлопок. В общем, все в нем хорошо. Единственное, что он такой неимоверно большой. Вот тут вот под мышками. Очень странно. Ведь это всего лишь размер ларч. А юбка там не очень-то нормально. Поэтому. Ну вот так. Интересно, сколько он стоит. Пойду спрошу. Потому что если он стоил 40 долларов, если он сейчас на распродаже, то, в принципе, цена должна быть хорошая. Может быть, он и не на распродаже. Ну, нет, так нет. Все, девушки, будем прощаться. Вот покажу вам свое платье без жакета. Кстати, платье тоже из-за ЧНМ. Было куплено очень давно. За счет того, что оно такое свободное, широкое, оно мне до сих пор как раз. Чему я очень рада. Потому что я недавно перебирала свой шкаф, половину выбросила. Все мало. Ужас какой. Просто ужас. Не показывала процесс. Потому что пыталась снимать. Девочки, честно вам скажу. Пыталась снимать процесс расхламления. Но это было просто. Это была катастрофа. Во-первых, это видео на два дня. Во-вторых, это просто я все примеряла. Что мне большое. Что мне как раз. Это все мне. В общем, я так устала. Вся вспотела. В общем, сделать это с косметикой, с прической. Перемерить 50 платьев. Это просто вообще практически невозможно. Ну вот. А ну, в общем, вот это вот я нашла. И подумала, вот видите, поискала. В своем шкафу поковырялась. И нашла вот такое симпатичное платье. Это из H&M, которое купила давно. Все. Всех люблю. Целую. Всем привет из Канады. С вами была Дита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.